Мне кажется, первые звуки нужно ловить в самой старой части Баку, там, где вся здешняя музыка появилась еще тогда, в раннее средневековье. И что вы думаете? Прихожу я в старый город, значит, а там кошачье царство-государство. Ну, тут, собственно, стало понятно, кто в моем бакинском треке запевает. О, а это тот самый кошкин дом. Символ уважения местных жителей ко всем мяукающим созданиям города Баку. Если вам кажется, что кошки, а не и в Азербайджане кошки, то нет. С виду, конечно, обыкновенные, но то ли разрез глаз другой, то ли во взгляде какая-то осознанность. Короче, взглянешь на любую морду и видишь, этот парень себе цену знает. И эта девчонка тоже в местных законах разбирается. Мне вот только осталось узнать, есть ли у них какой-нибудь местный акцент или какая-то своя нота. Для этого придется уговорить кого-нибудь сказать свое веское мяу. Издадите ли вы для нас звук, пожалуйста? Не сегодня, сказал. Да, эти ребят с характером. Причем, каждый со своим. Не все идут на контакт. Думаю, я нарушаю их личные границы. А такое поведение в погрессивном обществе не в тренде. Уж они-то знают. Мне ничего не нужно, только один раз, чтобы вы мяукнули. Можно? Один раз, пожалуйста. Один разочек. Вот так вот. Мяу. Чтобы мне записать, потом это в трек. Понимаете? Бакинский. Тот самый случай, когда нужно ждать терпеливо. Когда все выспятся. Когда появится настроение. Когда привыкнут ко мне, в конце концов. Нет, неудобно, да? Понятно. Лайме. Так называется состояние. Послеобеденное. Когда хочется только зевать. Спать. Не хочется ни с кем разговаривать. Общаться тем более с чужестранцами. Непонятными ребятами. С акцентом. Ладно. Дорогие друзья. Как-нибудь в следующий раз. Ну вы поняли. В Европе сиеста, а здесь лайме. Я думал, будет мюзикл имени Ллойда Уэбера. А тут балдеж имени Кота Баюна. Я оставлю на вас милые кисы оператора. Он любит, знаете ли, замереть в ожидании и ловить движение облаков. А сам пойду. Горло промочу. Мяу! Мяу!